Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую между Суко и Варваровкой. Мы сегодня приехали на пляж Шингари в Варваровскую щель. Сюда съезд платный, и приехали мы кататься на Сапе и понырять под воду, чтобы вас взять с собой и показать. Она понемножечку с другой стороны светит солнышко. Здесь, как всегда, совершенно другая атмосфера и красота. И это меня несказанно радует, дорогие мои. Ну что, поехали, посмотрим что там. Как понимаете, ребятки, я не один. Ну мы взяли другой купальник, чтобы вас не соплоснять. И заезжаем. Здесь, с правой стороны, стоит будка оплаты. Сейчас узнаем, что почем здесь стоит. Обида, конечно. 500 рублей отдавать, сказали нам здесь за въезд. Пошло оплачивать. Сейчас сказали, что можно оплатить и по карте. Ну так вот, сервис. Вопросы по закономерности проезда сюда за деньги задавайте в нашу администрацию. Мне некогда этим заниматься. Ну, всегда слышал о том, что нет ни одного законного швакбаума, который мог бы где-либо собирать денежные средства. Задача сегодня не бороться с ними, а разговор вести о сапах и красоте мира вокруг, в принципе. В зимнее время швакбаумов здесь нет и подъезд осуществляется абсолютно свободно. С другой стороны, можно и ругаться на швакбаумы. Но в прошлый раз, я когда сюда приехал, на пляже было очень чисто, все убрано и классно. И сравнивая, допустим, после того, как отменили швакбаум в Благовещенской на Жаре, какой там стал трэш, да, там всего лишь 300 рублей стоил въезд, то лучше чистота за небольшие деньги, как говорится, чем беспредел, который оставляют после себя люди, которые думают, что за ними кто-то должен постоянно везде убирать. Тем временем мы вот так вот очень легко подъезжаем непосредственно к берегу. Просто подъезд нам нужен сегодня не потому, что лениво идти, а потому, что берем с собой сап. Сап довольно-таки тяжелая, громоздкая вещь, можно было бы найти пешочком, но я еще до конца не выздоровел, поэтому лучше всего воспользоваться возможностью подъезда поближе. Вот одна парковочка, можно здесь остановиться, и вот вторая. Вот, кстати, видите, люди тоже с сапами здесь путешествуют. Один, второй, подъезжаем сюда поближе. Дальше на пляж, выезд перекрыт, и машинку можно оставлять уже непосредственно где-то здесь. Здесь имеются мусорные баки, то есть вы можете сами с пляжа зайти, ну и пляж, в принципе, убирают полностью. Имеется санузел, есть торговля, кафешечка есть. Туда вверх можно гулять в сторону Анапы. Но я, конечно, в этом году уже делал обзорчик на это место перед валочкой, чисто, и санузел. Обзор на санузел, шикарный, даже выйдешь к арботу. Сходив один раз санузел вдвоем, вы уже по анапским ценам на центральном пляже экономите 100 рублей. То есть уже нам осталось потратить здесь как-то бы 400 от ВИС. Набор-то довольно-таки стандартный, соки, чебуряки, всякие попкорн. И внизу имеются шезлонги. Флаг красный, запрещено купание. То, что у нас стоит штормовое предупреждение, но все дожди прошли. Там у нас в Турции потопы сильнейшие, в Белиции потопы. У нас, в принципе, все хорошо. Причем, ребята, здесь имеется аренда шезлонгов под тентом за 300 рублей. Ну, а также можно уйти влево. Я как-то раз показывал, там довольно-таки круто купаться и напрягаться. Ну, и здесь вот очень близко подход к морю. Море здесь восторг и великолепие. У меня желание прокатиться на Сапе, конечно, вот в ту сторону. Но там дальше посмотрим, как получится. Здесь на самом деле Саповый рай. Сейчас северный ветер продувает. Здесь ветра нету, от слова, совсем. Можно сказать, просто погода идеальная. Море чистейшее. Есть каменные гряды, по которым мы сегодня с вами померяем и посмотрим, что там происходит. Ну что, как вам красотища этих мест? С одной тем, что сегодня под ветром на песчаных наших пляжах страдает. Приезжайте вот в эти места. Здесь горы вам защищают как раз-таки от северного ветра наибири. Друзья, мне осталось самое важное, это подготовить Сап, накачать его и донести до моря. Ну, и нам переодеться уже в купальные костюмы и уплыть в морюшко. И вас с собой не забыть. Мы его так ни разу еще не распаковали. Второй раз тащим на море. Будем сегодня стараться учиться стоять на Сапе. Ну, и до красивых мест куда-нибудь доплыть. Я единственное, что забыл для вас взять специальные ботинки. Не получится вас там, я отнесу их обратно в машину. Надеюсь, что все будет хорошо. Да, вот и здесь близко, поэтому все довольно-таки не сложно. В прошлый раз мне сказали, что ты обманываешь, что так быстро накачал Сап. В этот раз я его накачал в ускоренном темпе, там за 28 секунд. Ну, а так по часам где-то минуты 3-4, ну, может, там 5 ушло. Не знаю, с чем это связано. Сап довольно-таки большого размера. У меня камера, по-моему, кажется маленьким, потому что я огромная. И я думаю, что все получилось. Все, сейчас вещи лишние несем обратно и пойдем путешествовать. Вот, давайте кал. Ну, вот смотрите, как мы будем использовать как раз-таки отделение для хранения. Кира, обзорное окошко. То есть мы сюда сложим наши вещи. У нас сюда уйдет термос. Уйдет у нас водичка. Также мы засунем сюда... Печеньки. Можно, в принципе, печеньки, да, сейчас сходим, возьмем. Ну, вот эту коробочку, в нее сумку положим, она из-под маски. И сумочка. Я маленькая лошадка. Где мой моторчик? Не-не-не, греби. Тут, ух ты, какая-то прозрачность. А видя назад, это просто... Власток. Ух ты, что, ну вот так надо показывать. Власток. Ты посерять дашь мне потом воню? Да, нет, 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 но вон туда, пожалуйста. Скалы, никого нет. Ты бы, вон, разберется. Уже без волн гораздо легче держать баланс. В эту сторону мне, конечно, проще снимать, но я понимаю, что красивее показывать вот так. Лучше. То-то-тоast. Лучше. Лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще ищем, мы что наблюдаем, то есть абсолютно свободные пустынные пляжики. То есть один человек сидит, дальше вообще пустота. Опять двое ребят отдыхает. Вообще места невероятные. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 В общем, я просто в невероятном восторге от того, что сегодня здесь нахожусь. Единственный момент, что еще не до конца здоров. Надеюсь, что в краске сегодня море, солнце. Наши лучшие друзья полностью здоровы приведут меня. Мы с этим этим хочется делиться. То, что смотрим, прогнозируем, а на самом деле как-то. Спасибо тебе, Господи, что додаешь нам такую возможность созерцать все это и наслаждаться всем этим от души. Проехал катертики, волны пришли. Спокойно-спокойно море, бац, раздумывал. Все, пора одеваться. Место невероятное, ребят. Просто очень понравилось. Бассейны сделаны. Товарищи нудисты, которые переживали, что я тут буду кого-то снимать, я ни одного нудиста голосом нигде не показал. Так что не надо меня наговаривать. Великолепный чаек был. Тысяча одна ночь. Я благодарю свою подписчику, который мне подарил этот термос. И подарил чай тут. Спасибо вам огромное. До сих пор пользуемся. Очень круто. Стоять как на бассейн. С водички. Она здесь не получится. Съедительно. В общем, пляжи таких, ну прям несколько километров до Анапы, каменных, великолепных, где можно приходить, быть наедине с самим собой купаться галышом. И галышом только как вам нравится. Это, как говорится, выбор ваш. И решать только вам. Не в чужиеся не лезут. И всем самое главное, чтобы было просто хорошо и приятно. Мы после себя оставляем чистоту, все забираем, садимся на сад. И сейчас нам придется в обиде, что против ветра возвращаться обратно. Но будем надеяться, что у нас все получится. Прощаемся с этим местом. Ну что, пошли домой? Перед самым уходом, он у нас, смотрите, крабик. Он думает, вижу я его или нет. Убегает, убегает, убегает. Рюбка крабит. В общем, жизнь здесь кипит. Если на какую-то маску, вот, в прибрежных водах полазите. Я нашел одного крупного краба, но, в большом сожалению, он от меня убежал. Вы насмотрите здесь вообще все разнообразие, которое есть в городе. Вообще, против ветра вдвоем тяжело, но красиво. Но когда ветер кончается, И продолжается... Продолжение следует... Оставай. Перекратно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok